А вот наш корреспондент Наталья Гумнова, мне кажется, скоро заведет блок, посвященный советской радиотехнике. Она побывала в первом музее таком и готова рассказать об экспонатах. Театр начинается с вешалки, ну а телевидение и радио с приемников и телевизоров. Окунемся в прошлое на выставки советской техники. Музей вырос из обычного телеотелье, в котором мы ремонтировали телевизоры и радиотехнику до 2005 года. С тех времен осталось очень много отечественной техники, которую просто приносили и оставляли по причине рентабельности ремонта. Мне хочется вам показать телевизор КВН-49. Это был первый серийный советский телевизор. Пульта, конечно, не было в то время. Включался он таким образом, вот щелкает ручечка. Он мог принимать всего-навсего три канала. Через 40 лет появились вот такие маленькие телевизоры. Экран размером такой же, но весит вот большой телевизор 40 килограммов, а маленький всего полтора килограмма можно было брать его с собой. Это была радость, но это был и маленький телевизор. Поэтому был построен следующий телевизор. Денинград Т-2. Вот так открывался экран. В обычном положении рекомендованного было закрывать. Телевизор был так называемым комбайном. Здесь радиоприемник сверху расположен. Ящик сделан из дорогих пород дерева, облицован шпоном. Лак натуральный. То есть это кроме того, что современное, совершенное техническое устройство было, у него по тем временам был, я бы сказал, роскошный вид. Это было украшение. Вот телевизор КВН-49, я помню, строил порядка 90 рублей. Этот бы стоил рублей 230. Но надо сказать, что это очень хорошая зарплата, скажем, инженера и рабочего. В 60-е годы было модно брать с собой музыкальные магнитофоны и устраивать домашние вечеринки. Вот таким образом он превращался в чемодан, но далеко с ним не уйдешь, потому что весит он больше 10 килограммов. Ну, а уже через 20 лет был создан вот такой миниатюрный магнитофон, с которым можно было гулять. Здесь представлен, ну, не самый первый, но один из первых радиоприемников, одна из первых моделей советских радиоприемников, которые выпускались сразу после окончания Великой Отечественной войны. Этот приемник на фоне того, что обладал хорошими техническими данными, он был доступен достаточно по цене, очень приличное излучение было. Какие же 90-е без музыкальных пластинок? Сейчас мы попробуем поставить модерн-докинг. Давайте вместе это сделаем. Укратненько установим пластинку. Закрепляем. Дальше нужно навести на дорожку. Правильно? Правильно. И медленно, аккуратненько, расчетов на себя. Опускаем. Звук вкладки.